В Петропавловске подвели итоги областного конкурса «Человек труда». Принять участие в состязании, которое проходило в регионе впервые, изъявили желание порядка 30 представителей рабочей молодежи из районов и областного центра. Кто стал лучшим, расскажет Арман Бэнде. Асхат Адденгаров 6 лет работает электромонтером. До этого он пробовал себя в разных сферах, но нашел призвание именно в этом деле. О конкурсе узнал случайно, говорит Асхат, решил проверить свои силы и победил в номинации «Лучший электромонтер». Все понравилось, проведение. Надеюсь, что будет продолжаться, помогать молодежи развиваться в своей работе, стимулировать как-то нас на этом пути. Конкурс был сложный, первый этап, подворочный, пришлось показать все свое мастерство. Конкурс «Человек труда» в Североказахстанской области проводится впервые. Проходил он в два этапа – районный и областной туры. А сегодня в городском Доме культуры собрались победители в пяти номинациях. Всего же на звание лучшего претендовали около 30 человек. Надеюсь, этот конкурс повлияет на нашу молодежь, что люди, молодежь, додумаются о том, что рабочая специальность – это все-таки престижно, это нужно для нашей области, для нашей страны в целом. Поздравить победителей конкурса пришел ветеран труда Геннадий Языков. Более 50 лет своей жизни он проработал в сфере строительства. Геннадий Языков – один из тех тружеников, кто внес неоценимый вклад в развитие нашего города. Очень большое дело, когда проведение конкурсов наставляет людей не бояться труда. Потому что труд – это украшает человека, он всегда способствует и физическому, и умственному развитию человека. Арман Бендетт, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. Арман Бендетт, Тимур Рахматуллин. Новости МТР. Арман Бендетт, Тимур Рахматуллин. Новости МТР.